Разница в понимании. Чиновники мэрии и депутаты Сургутской Думы почти час обсуждали формулировку, которую Федеральная антимонопольная служба направила в адрес администрации муниципалитета. Изучали внесение изменений в договор концессии на строительство школы. О том, что смутило стороны, Дарья Давыдова. Одним из важных пунктов повестки заседания Думского комитета по финансам стало обсуждение изменения условий концессионного соглашения по строительству школы в 39 микрорайоне. Корректировку запросил инвестор в связи с изменением перечня имущества по результатам госэкспертизы. Дума порекомендовала обратиться с этим вопросом в ФАС. Решение оттуда уже прислали. В администрации города Сургута не предоставлено обоснование невозможности выполнения принятых сторонами при заключении концессионного соглашения обязательств. Антимонопольным органам не установлено оснований, по которым могут носиться изменения условий концессионного соглашения согласно пункту 2 правил. Антимонопольный орган согласовывает изменения в концессионном соглашении строго существенным условием. Это подчеркивается в соответствии с утвержденным порядком. Администрация города, безусловно, обращаясь в антивонопольный орган, даже не могла заведомо указать основание, которое является основанием для изменения существенных условий, потому что они заведомо не могли быть исполнены. Мы считаем, что мы обратились по основанию, по которому мы не имели возможности права обращаться в антивонопольный орган. Получили соответствие учреждения. По мнению мэрии, замена одного оборудования на другое по нормам СанПИНА и исключений из списка, например, некоторых видов компьютерной техники, чтобы вписаться в смету, не является существенным условием изменения параметров концессии. Но в то же время одобрение этих действий со стороны властей необходимо. Когда мы заключали концессии, год давалось нам проектирование оценки сметной стоимости. Да, сметная стоимость превысила, чем предусмотрена стоимость в государственной программе. Поэтому было два варианта. И это прописано в программе. Либо инвестор мог предложить просторгнуть концессионер, и мы пришли бы к началу всех процедур. Либо он говорит, ладно, я эту стоимость беру, но можно посмотреть то, что не повлияет на учебный процесс. Таким образом, инвестор не просит выделения дополнительных средств и не требует вписать дополнительные расходы в тело концессионного соглашения. Он согласовывает увеличение стоимости строительства за счет сокращения состава имущества будущей школы. Сейчас очень вопрос просто стоит. И сейчас мы согласовываем и строим школу, детям предоставляются учебные места. Или это, скорее всего, приведет к крылоу строительства этого объекта. Прошу просто принять решение политическое, экономическое. С точки зрения администрации города нарушений закона здесь нет. Когда мы рассматривали первый раз этот вопрос, мы договаривались как. Либо мы получаем информацию от ФАС, что это несущественные условия, и они не могут их дать или не дать согласование. Либо они дают согласование, когда мы согласовываем на Думе эти условия. Сейчас же возникает ситуация непонятная. Юристы администрации и Думы Сургута связывались со специалистами ФАС и получили диаметрально противоположные ответы. Мы прочитали это письмо, что ФАС подтверждает, что существенных изменений, существенных они не увидели, но поскольку по регламенту у них либо да, либо нет, они сказали, что да, нет, мы не согласовываем, это не наша компетенция. Там нет ни одного выражения и даже намека на то, что это несущественные условия, что это если нет, то есть такой ссылки нет. Это мы с вами договариваем и считаем в нашем понимании, как бывает. Так надо понимать, есть четкое решение, официально оформленное об отказе с согласованием в связи с тем, что администрации города не предоставлены обоснования в соответствии с пунктом 2, там 12, жесткий перечень. До заседания Думы, администрации города и аппарату парламента еще предстоит выработать единое решение. Как проголосуют народные избранники, станет известно 24 сентября. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.